МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасная для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте. В субботу днем вот здесь, на улице Ферсмана, в Апатитах, неподалеку от дома номер 10, случилось ДТП с учебным автомобилем, в котором серьезно пострадала девушка. На месте этой аварии работала и наша съемочная группа. Информация об аварии поступила в экстренные службы 19 августа в 13.20. К месту происшествия выдвинулись медики, пожарные спасатели и полицейские. Как оказалось, Лада 12-й модели врезалась в учебный автомобиль. В момент столкновения Рено стоял на месте. Инструктор разъяснял ученице ошибки, которые она допустила ранее при движении. В этот момент в учебку сзади влетела Лада. Удар был сильный? Очень. Удар был очень сильный, что по бестинке сломали следующее заднее сиденье. Девочку жалко, девочка пострадала. Были все основания предполагать, что девушка получила травму позвоночника, поэтому из машины пожарные и спасатели доставали ее, уложив на специальный спинальный щит. Бригада скорой помощи доставила 29-летнюю пострадавшую в больницу. Ее госпитализировали в травматологическое отделение. За рулем Лады сидел 18-летний студент политехнического колледжа. Сама машина, как оказалось, была снята с регистрационного учета еще в 2021 году. Юноша в момент столкновения был трезв, однако двигался с явным превышением скорости. Я так думаю, что он просто с кольца выехал. Машин не было вообще. Я думаю, что он обгонял машину, которая двигалась по левой полосе. Перед ней перестроилась вправо и нас не видел. Выбил нас в последний момент. Тормозный хупер на торже всего. Ну, я думаю, что так. Ну, он загнался с кольца. Неестественно. Потому что удар был не на 40 кивон этот час. Все обстоятельства случившегося сейчас изучают полицейские. По неподтвержденным официально данным, сразу после ДТП пилот Лады, выскочив из машины, принялся отдирать с лобового стекла тонировочную пленку. Не исключено, что стоявшую учебку юный гонщик не заметил именно по этой причине. В городском суде Апатитов рассматривают резонансное уголовное дело. Государственное обвинение запросило для подсудимого 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. За что узнаете прямо сейчас. В марте нынешнего года мужчину, управлявшего автомобилем такси, на улице Ферсмана в Апатитах остановили инспекторы ДПС. По внешнему виду водителя они заподозрили, что тот находится в состоянии наркотического опьянения. И вызвали к месту задержания коллег из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе досмотра машины обнаружили несколько свертков. Таксист и сам не отрицал, что перевозил запрещенку. Еще раз повторите, что у них находится? Соль. Соль. Что это за соль? Соль. Ну, что это? Наркотик и наркотик. Что это? Что? Психотров. Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, дошло до суда. Изначально на допросах он заявлял полицейским, что работал закладчиком. В перерывах между заявками в такси развозил дозы по тайникам. Однако впоследствии изменилось свои показания. Дескать, наркокурьером действительно был не отрицает. Но именно эти пакетики, изъятые из машины такси, предназначались исключительно для личного употребления. Нуждая в будущих наркотиках, я бы разложил то, что не надо, как я говорю. И поэтому все наркотики, которые оставались у меня, они были чисто для личного употребления. Для того, чтобы только переждать срок до следующей докладки получения. Ну, все, в общем. Все, в общем. Да. Государственный обвинитель настаивает на том, что бывший таксист собирался именно сбывать запрещенные вещества, а не использовать их для себя. С учетом того, что подсудимый многократно привлекался раньше к уголовной ответственности, помощник прокурора Апатитов запросила для него более чем суровое наказание. И назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с обыванием наказания в справедливой колонии особого режима. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв. Каким будет приговор, Народное ТВ расскажет в ближайших выпусках нашей программы. На территории Апатитов и Кировска завершилось оперативно-профилактическое мероприятие встречной полоса. В это время инспекторы ГИБДД устраивали специальные рейды, выявляя любителей выезжать на встречку там, где это запрещено. Служебный автомобиль без полицейской раскраски, оборудованный видеорегистратором, движется по дороге с максимально разрешенной на этом участке скоростью. Когда очередной лихач, как, например, вот этот БМВ, решает обогнать его в месте, где обгон запрещен, этот маневр фиксирует камера. Через несколько минут лихача останавливает инспектор ДПС и оформляет административный протокол. Таких нарушителей в наших городах довольно много. В ходе данного мероприятия было пресечено более 30 фактов нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Такой выезд на встречку может дорого обойтись автовладельцу. За него предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Наказание весьма суровое, потому что именно этот маневр чаще всего приводит к авариям с тяжкими последствиями. Полицейские предупреждают, этот рейд далеко не последний. Данное мероприятие будет проводиться на постоянной основе с применением форм скрытого патрулирования. И теперь к другим новостям. Программу продолжает дайджест обзор преступлений и происшествий, случившихся в Апатитах и Якировске. Апатитские пожарные эвакуировали шестерых жителей дома номер 19 по улице Жемчужной из-за сильного задымления при возгорании. Пожар случился в одной из квартир на пятом этаже здания. По словам владельца жилища, он оставил в пепельнице непотушенную сигарету, из-за чего и вспыхнули предметы домашнего обихода. Помощь медиков никому из эвакуированных не потребовалась. В подъезде дома номер 6 по улице Ферсмана в Апатитах случайные прохожие обнаружили мужчину с разбитой головой, пребывающего без сознания, от которого очень сильно пахло спиртным. Пообщаться с медиками скорой помощи и полицейскими он так и не смог. Жители Апатитов доставили в больницу, а позже госпитализировали в отделение травматологии. Он получил телесные повреждения, требующие лечения в условиях стационара. Прохудевшийся бензобак Лады Калины, припаркованный на улице строителей рядом с бывшим магазином «Фрегат», едва не стал причиной пожара. Топливо разлилось по стоянке, и если бы оно вспыхнуло, мало бы не показалось никому. Пожарные смыли бензин водой, а затем обработали территорию пеной. В Кировске со свежезаасфальтированного Апатитового шоссе вылетел автомобиль «Черри Тига». Дальнейшему полету кроссовера помешали трубы, проходящие рядом с проезжей частью. Водитель пояснил инспекторам ГИБДД, что во время движения ему стало плохо, и он потерял контроль над машиной. В аварии никто не пострадал. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасный для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибины» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова